Прогулка по спокойному осеннему лесу с богатым урожаем грибов – любимый вид отдыха многих берестейцев. Но, к сожалению, часто такие променады становятся причиной серьезных неприятностей, лидером в списке которых являются атаки клещей. Только на территории Бреста и Брестского района за начало сентября зафиксировано почти в четыре раза больше обращений за медицинской помощью по причине укусов этих членистоногих, чем за весь август. По географии вот этих укусов мы можем судить о наличии грибов в лесах. Это, конечно, Беловежская пуща. В этом году это район Белого озера, Домачево, это деревня Медно, Родваничи, Семисосный, поселок Муховец. И самое неприятное то, что эти территории являются неблагополучными не только по лаэмбролиозу, но и по клещевому энцефалиту. Как, например, леса Беловежской пущи, пущанские леса в Пружанском, Каменецком районе. Инфицированные клещи были обнаружены в районе поселка Домачево, в зоне отдыха Белое озеро, поселок Муховец. Как бы банально это ни звучало, но лучшая защита в таком вопросе – это соблюдение правил профилактики, которые включают в себя и грамотный выбор одежды, и использование репеллентов, и регулярное проведение само- и взаимоосмотров после отдыха или работы на природе. Также в списке эффективных превентивных мер – уборка придомовых территорий от залежей, пожухлой листвы, кустарников и валежника. Все это привлекает грызунов, которые являются прокормителями клещей и их основными переносчиками. Нужно помнить о том, что клещей можно принести в дом с дарами леса, в лукошки с грибами, с букетом цветов, листьев. Обязательно проводить ревизию того, что вы несете из лесу. Если вы берете в лес домашних животных, не забывайте, что на своей шерсти они тоже могут принести клещей. Обязательно осматривайте их, выйдя из лесу при посадке в машину или в общественный транспорт по возвращении домой. Мы не советуем брать в лес, особенно в те районы, которые неблагополучны по клещевому энцефалиту, наиболее тяжелой клещевой инфекцией, брать в лес для сбора грибов детей. Если, несмотря на все меры предосторожности, клещ все-таки нашел свою жертву в виде вас или ваших близких, главное не паниковать. Удалить кровососущее можно самостоятельно или обратившись за помощью к медикам. Затем нужно сдать клеща для проведения исследований на зараженность энцефалитом и лаймборелиозом. И обязательно проконсультироваться с врачом-терапевтом или инфекционистом.